Новости на государственном телеканале Западной Армении. Здравствуйте! Короткий обзор новостей на сегодня. Армянская идентичность Бошанер-Домер. Тапанима Арцаха крепость Шуши. Мы готовы продолжить борьбу без каких-либо уступок. Акоп-Акопян. Заявление МИД Арцаха. Вашингтон выразила беспокоенность в связи с последними передвижениями азербайджанских войск. Археологи провели раскопки гробницы Лернакерт. Коврат качества в Западной Армении. Кто такие проживающие в Западной Армении армянские Бошанеры-Ломеры? Какова их идентичность? Говорят ли они на языке, сходном с армянским, или скрывают его? Почему боятся приписывать свое армянское происхождение в оккупированной Западной Армении? Какого отношения удостаиваются мусульманские Ломеры со стороны амшенцев и лазеров? Ответ на эти вопросы мы попытаемся дать в рубрике армянская идентичность Бошанер-Ломеры. Кто такие Бошанер или Ломеры? Когда-то на диалекте Карина Бошан называли племя цыган, представители которого говорили на армянском языке и исповедовали веру армянской апостольской церкви. Из-за своего основного ремесла решетничества зачастую их называли решетники или решетники хай. Топонима Арцаха, крепость Шуши Основание Шушинской крепости заложил Аван Харуй Рапет еще в 1724 году. Обстоятельства этого факта имеют место в письме от 19 декабря 1725 года, написанном русским генералом Матюшкиным, в котором говорится, что в соответствии приказа Аван Айур Рапетта по просьбе населения Карабаха он остается в селе Сагнах Шуши и строит крепость. В 1750-1752 года крепость была перестроена Панаха Али Ханом. Армянские историки считают, что название города Шуши происходит от названия крепости. Древний город-крепость на протяжении веков являлся административным, религиозным, культурным и образовательным центром Арцаха. В эфире Вестерн Армения ТВ депутат Западной Армении, сопредседатель Арцахской партии Респеведливость Акоп Акопиан представил нынешнюю ситуацию в Арцахе, отметив, что с помощью инструментария правительство в какой-то мере смягчились продовольственные проблемы, однако есть множество проблем, связанных с инфляцией и отсутствием определенных товаров. Также коснулся людей, нуждающихся в срочной медицинской помощи, которые оказались в безвыходной ситуации, поскольку из-за закрытия Бердзорской дороги они не могут быть доставлены в больницы разных регионов Армении. Резорвав свое право на получение медицинской помощи, в редких случаях при вмешательстве миротворцев становится возможным перемещение крайне тяжелых больных. Дал четкую оценку последним провокациям, осуществленным оккупирующим Азербайджаном, во время одной из которых были убиты трое армян. Отметив важность роли миротворцев в Арцахе, отметил, что сейчас делается попытка дискредитировать их деятельность. Тем не менее, гарантом мира в Арцахе продолжает оставаться армянской системой безопасности. По поводу встречи в начале апреля относительно методов и целей их проведения, который пройдет в городе Баку между представителями Баку и Арцаха, считаем необходимым напомнить. Республика Арцах всегда выступала и продолжает выступать за диалог и решение всех существующих проблем мирно-переговорным путем. Мы никогда не отказывались от контакта с азербайджанской стороной, свидетельством чего являются встречи, проведенные между представителями Баку и Арцаха при посредничестве командования российской миротворческой контингентом в Арцахе. Озвученные азербайджанской стороной условия встречи, связанные с местом проведения и ее повесткой, а также контекст, в котором было представлено данное предложение, свидетельствует о том, что цель власти Баку – нереальное обсуждение существующих проблем, а срыв возможного диалога либо навязывание своей политической повестки путем принуждения блокады, создания невыносимых условий жизни и применения военной силы. Еще раз подчеркиваем недопустимость политизации диалога по решению технических и гуманитарных вопросов и подчеркиваем, что политические вопросы урегулирования азербайджанско-арцахского конфликта должны обсуждаться в согласованном международно признанном переговорном формате на основе правонаправия сторон и при наличии прочных международных гарантий выполнения взятых на себя обязательств. Правительство Западной Армении не раз касалось свирепого стиля действий бакийских властей, игнорирования всех международных договоренностей и обязательств, что является препятствием для реализации их планов. Время движется вперед, и столкновение политических интересов диктует другие правила, которые приведут к ответственности террористическую власть Баку за совершенные преступления. Госдепи США во время традиционного брифинга с журналистами сообщили, что Башингтон выразил Баку свою обеспокоенность в связи с последними передвижениями азербайджанских войск. Отвечая на вопрос журналиста, первый вице-спикер Госдепартамента США Ведданд Паттель заявил, помощник госсекретаря Донфрид побеседовала с министром иностранных дел Байрамовым и выразила обеспокоенность в связи с передвижениями азербайджанских войск, подчеркнув переверженность США мирной переговоры между Арменией и Баку, поскольку госсекретарь также неоднократно говорил об этом. Прямой диалог является ключом к решению этого вопроса и достижению прочного мира. У данного конфликта нет военного решения. Мы и впредь будем содействовать переговору между Арменией и Баку как в двухстороннем формате, так и с партнерами и посредством многосторонних форматов. Правительство Западной Армении приветствует подобную позицию Соединенных Штатов Америки и считает, что конфликт наиболее телесообразно решить мирным, а не военным путем. Стоит напомнить, что США – одно из более 20 государств, которое еще 103 года назад признало государство Армении, воссозданное благодаря усилиям по госсену Пара, а 28-й президент Соединенных Штатов Будуров Вильсом подписал арбитражное решение и пришло время реализовать его. Археологи Ширакского центра арминоведческих исследований Национальной академии наук Армении и Института археологии и этнографии Республики Армении провели раскопки в гробнице номер 1 Лернакерта. Были выявлены захоронения, относящиеся к периоду перехода от средней к поздней бронзе – вторая половина XVI века и первая половина XV века до н.э., в которых одновременно найдены предметы как среднего бронзового века, так и позднего бронзового века. Широкое распространение получило исследование древней ДНК Лернакерта, которое свидетельствует о том, что в общинах жили разные племена. Исследование динамика модификации ландшафта Лернакерта дает возможность проследить процесс формирования и строительства оборонительной системы двух крепостей в одном комплексе. В крепостях-гробницах видны группы привилегированных солдат, религиозных служителей и торговцев. Коврат качества – это древнее и любимое ремесло армянского народа. Оно имеет особое место во всеобщей сокровищнице культуры. С древних времен в Западной Армении карпет украшал квартиры и церкви, защищал людей от холода и использовался в качестве одежды. Карпеты имели разные названия – карин, чемкацак, варанда, армани, дараперт и прочие названия, которые в основном обозначают тот или иной армянский населенный пункт. Армянский язык, будучи богатым языком, имел множество синонимов, ковров. Халик, карпет, оттоцтапастак, базмакан и прочие. Орнаменты карпета по своему содержанию ассоциируются с другими отрастями армянского прикладного искусства. Древние карпеты не сохранились, но их многочисленные орнаменты можно увидеть на каменных памятниках и хачкарах. Орнаменты армянского карпета геометрические, с изображением животных и растений. Технике коврат качества больше характерен геометрический орнамент. Самый простой и распространенный орнамент – треугольник. Крест – украшение, получившее широкое распространение в различных произведениях армянской культуры. Конечно, исходной формой было изображение пропорционального креста, типичный в различных сферах языческой культуры, как символ четырех элементов, составляющих материальность мира – воздуха, воды, земли и огня. Многие исследователи, изучающие орнамент, рассматривают крест как символ солнца. Из завершения новостей послушаем музыкальное произведение. Субтитры создавал DimaTorzok Такими были новости на сегодня. Всем мира и добра!